Почти два десятка виртуозов парикмахерского искусства собрались в Бресте на уже ставший традиционным конкурс профессионального мастерства. Все участницы трудятся в парикмахерских системе государственного бытового обслуживания. Поэтому конкурс – возможность не только себя показать, но и на других посмотреть. Количество участников, оно каждый год варьирует. Больше, меньше. Но здесь приезжают вот именно лучшие специалисты свое дело, которые и показывают то, что не могут, и учатся у других то, что другие могут. Поэтому профессионализм растет. В нынешнем году главной темой конкурса «Белорусский колорит», который проходит в рамках республиканского состязания «Белорусский мастер», выбраны национальные мотивы. За 45 минут мастеру необходимо создать зрелищную фантазийную прическу, а затем представить жюри законченный образ. Мне нравится то, что сейчас есть много информации, есть желание у мастера участвовать в конкурсах парикмахерского искусства, потому как это чуть-чуть у нас не на таком уровне, как бы хотелось, но мне нравится их желание. Парикмахер Диана Авитян живет и работает в поселке Логишин Пинского района. В профессии два с половиной года, и за это время успела снискать славу хорошего стилиста. За талант экспериментатора и неординарный подход к работе Диану любят клиенты. В конкурсе она участвует впервые. Образ мастер выбрала нежный и в то же время яркий. Полисяночка стала настоящим украшением конкурсного дефиле. Творчество просто всегда было моим призванием, и я нашла свое место в жизни. Это для меня не только работа, а только удовольствие. Я получаю одновременности от своей работы и знаю, что я буду всегда в этой профессии. Ленты и косы, локоны, завитки и цветные пряди, а еще большое количество лака, шпилек и заколок. Жюри строго оценивало модели, обращая внимание на каждую мелочь. Победитель конкурса представит Брещину на республиканском состязании. Шлифовать мастерство продолжат остальные участницы. Если мы, мастера, которые выступали, которые действующие, и поможем, если все-таки дружить друг с другом, а не разделять, что это бытовые мастера, а это частные. Я думаю, что мы достигнем очень высоких высот, потому как Брестская область. Мы едем с маленьким количеством участников на международные конкурсы, и мы побеждаем. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.